Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня хотим представить вам рецепт очень классного сырочка. Сырок будет в альпийском стиле, с орехами и созревание будет проходить в медовой корке. Очень яркий аромат, я чуть попозже расскажу, за счет чего достигается, и очень классный вкус. Этот рецепт сыра мы привезли из региона Доломитовых Альп. И действительно, мы были на сарабане, пообщались с местным населением, так сказать, с хозяевами, они поделились с нами рецептом. И вот мы рецепт этот сейчас, друзья, для вас воспроизводим. Сыр мы уже делали несколько раз, технология отработана, нам очень понравился. Еще один нюанс этого сыра, очень короткий срок созревания. То есть, вот что мне очень нравится, вообще я люблю, мы вот этот вот альпийский наш сырок готовим очень часто для себя. Потому что срок созревания 2-3 недели. Через 2-3 недели вы получите отличный лантевой сыр. А орехи и вот то, что он практически весь срок вызревает в медовой корочке, хотя в общем срок вызревания небольшой, придает ему такой аромат и такой замечательный вкус, пальчики оближите, я вам гарантирую. Вот. И у меня еще есть очень хорошая новость для наших подписчиков, для наших зрителей из Украины. Наконец-то мы нашли в Украине, появился интернет-магазин, который продает ингредиенты для сыроделия, не наборами. Наборами, конечно, тоже продает. Вот. То, что мы искали, то, что интернет-магазин продает не наборами, а отдельно ингредиенты. Это интернет-магазин сырок.com.ua. Ссылку на него я оставлю в описании. Мы с Ларисой пообщались с руководством, хорошенько опробовали все ингредиенты. И я вам сейчас вкратце расскажу. Значит, присылают вам вот в таких вот изотермических пакетах. То есть вы можете приобрести отдельно мизофильную закваску, отдельно термо-мизофильную закваску, отдельно термофильную закваску. Причем, начиная от 10 литров молока и заканчивая 50 литрами молока. Вам не обязательно покупать на 1000 литров. Помимо этого, ферменты также расфасованные. Помимо этого, плесневые культуры, геотрициум кандидиум, пенициллинум кандидиум, пенициллинум ракфорти. То есть все как бы расфасованы на количество молока. Причем, что мне очень нравится, ребята указывают дозировку. То есть все как бы сделано очень грамотно. Упаковано все это в колбочки. Ну, такие колбочки, знакомые всем сыроварам. Причем вот на 50 литров, допустим, подождите, на 50 литров, да. На 50 литров здесь расфасовано 10 колбочек по 5 литров. Я даже заморочился, взял ювелирные весы, перевесил все колбочки. В общем, все соответствует. Получается на 5 литров 0,2 грамма мизофильной закваски. Поэтому, как бы, причем все колбочки, как в аптеке отмерены. Пакет самый изотермический. То есть при пересылке вам нечего переживать, что где-то в грузовике ловой почты сильно перегреется, испортятся ваши ферменты и закваски. Вот, также у них пропионовые бактерии есть. Ну, в общем, практически все, что нужно для сыроделия, вот именно не в наборах, а по отдельности, продается в интернет-магазине сырок.com.ua. Еще какие есть фишечки в интернет-магазине. Ну, вот что мне понравилось. То, что если заказываешь до обеда заказ, вам его отправляют в тот же день. И второе, если делаешь заказ от 200 гривен, то есть, грубо говоря, вы заказали чего-то там на 201 гривну, вам уже отправляют этот заказ бесплатно. То есть за доставку новой почты это 30-40 гривен по Украине. Вы не платите. Опробовали все. Опробовали ферменты на сегодняшний день. Опробовали закваски. Пропионы еще не пробовали. Вот. Результат мне очень нравится. Фермент микробиологический. Ну, и как бы по производству. Все ингредиенты производства либо Испания, либо Италия, либо Франция. Закваски, как я понял, большинство Франция. Есть такой производитель Дониско, очень известный. И, кстати, закваски очень толковые. Мне очень нравится. Ну, в общем, друзья, доволен очень этим интернет-магазином. И с удовольствием, потому что часто очень подписчики пишут, а где отдельно купить вот такую вот мизофильную закваску или термомизофильную. Было сложно, потому что можно было купить только от 1000 литров. Теперь можно купить хоть на 5 литров, пожалуйста, без проблем. Ну, мне эта тема очень понравилась. Помимо этого, ну, не просто вот мизофильную закваску вы покупаете, а вы можете выбрать то, что вам нужно для данного конкретного рецепта. Либо кислота образующая, либо арома образующая, либо газо образующая. То же самое и с термомизофильными заквасками. Но они только кислота образующие и арома образующие. Поэтому с удовольствием, ну, как бы с чистой совестью рекомендую вам этот интернет-магазин. Смотрите ссылку в описании. Заходите, а мы приступим к приготовлению нашего сырка. Для приготовления нашего альпийского сыра мы будем использовать непастеризованное молоко, так как недлительного срока вызревания сыр без плесени, то нам подходит непастеризованное молоко. Если вдруг вы по каким-то причинам не уверены в молоке, если, как говорится, вы не знаете животное в лицо, так сказать, ну, вот я животных, с которых дует это молоко, я их знаю в лицо, могу там прийти, иногда погладить, почухать за ушком. Правда, я к коровам, конечно, отношусь с опаской. Они большие меня немного спугивают. Если у вас есть хоть какие-то сомнения по поводу молока, лучше его пастеризовать. Это сделать достаточно просто. Я во многих видео говорю об этом, не буду повторяться. Кстати, у нас есть видео о сыропригодности молока, можете посмотреть, там я все очень детально рассказываю. Если вы используете магазинное молоко, его тоже можно использовать, из него получится сыр. Важно помнить две вещи. Не использовать ультра пастеризованное молоко и не использовать молоко длительного срока хранения. Из него сыр не получится. Варить будем из 10 литров непастеризованного фермерского молока. Из ингредиентов нам также понадобится 0,4 грамма мизофильной закваски, 0,4 грамма фермента, 1 грамм, так как непастеризованное молоко, мы используем 1 грамм хлористого кальция сухого, естественно, в растворе. И по поводу нормы внесения хлористого кальция. Очень часто задают вопросы по поводу нормы. Смотрите, если не пастеризованное молоко, хлористый кальций вносить не обязательно. Но учебники по среднелю рекомендуют, для того, чтобы стабилизировать кальциевый состав молока, вносить 10 грамм на 100 литров. То есть 1 грамм сухого хлористого кальция на 10 литров. Что касается пастеризованного молока, хлористый кальций вносить обязательно. При любых раскладах от 3 до 4 грамм сухого хлористого кальция на 10 литров молока. Потому что ГОСТ четко гласит, что при приготовлении СИ-сыра 30-40 грамм на 100 литров. Поэтому, когда вам в рецептах пишут 0-0-0 какой-то, или там на кончике чайной ложечки, или 1-148 чайной ложечки, это все чепуха. По ГОСТу хлористый кальций вносится из расчетов пастеризованное молоко 30-40 грамм на 100 литров молока. А что нам еще из ингредиентов понадобится? Хлористый кальций, фермент, закваска. Все? Ну, все, да, я что-то заговорился о хлористом. А, вот, обязательно нам понадобятся греческие орешки для наполнения сыра. И обязательно понадобится мед для натирки. К сожалению, альпийского меда из долумитовых альп у нас нет. Мы будем использовать обычный украинский мед, который где-то на пасеке купили. Ой, мед сейчас у нас дорогой стал. В общем, все дорога. Все дорога, друзья. Но сыр получается домашний, дешево и вкусно. По оборудованию что нам понадобится? В первую очередь нам понадобится емкость, с которой мы будем нагревать молоко. Мы используем водяную баню. Это промышленный мармин для линии раздачи столовых. Можно использовать просто две кастрюли. Одну большую, одну меньшую. Никогда не грейте молоко просто на газу. Объясню почему в двух словах. Вы ставите кастрюлю на газ, донышко разогревается до температуры 250-300 градусов. Естественно, все молочнокислые бактерии, которые мы пытаемся заселить в молоко, чтобы повысить кислотность, они при этом погибают. И вы не получите нормальный качественный сгусток. Поэтому используйте только водяную баню с плавным нагревом. То есть, если нет сыроварни, берете большую кастрюлю, чтобы в нее поместилась меньшая, в которой вы будете варить сыр. В большую наливаете воды, таким образом, чтобы когда помещаем меньшую, донышко касалось поверхности воды. Всю конструкцию на газ получили классическую водяную баню. В ней нагреваем молоко. Также из оборудования нам понадобится нож или лира для порезки сгустка, ковшик, друшлочок и где-то... А, вот такая вот штука должна обязательно для того, чтобы мешать зерно. И где-то ловится марлечку. Зажала, марлечки нету, но она сейчас будет. Друзья, при приготовлении сыра, даже если вы работаете с непастеризованным молоком, все оборудование должно быть тщательно продезинфицировано. Пожалуйста, либо пиросульфатом, либо уксусом можно дезинфицировать, либо кипятком обдавать. Но все должно быть близко к стерильности, а лучше вообще стерильное. Потому что в молоке в самом, естественно, живут молочнокислые бактерии. Там живет вообще огромное количество, тут целый космос в этом молоке. Огромное количество бактерий. Но молочнокислые самые жизнеспособные, и они подавляют все остальные бактерии. В том числе они подавляют большинство болезнетворных бактерий. Не зря наши бабушки и наши мамы при расстройстве желудка давали нам кислячок или простоквашу. Потому что там содержится огромное количество молочнокислых бактерий, которые создают нормальную флору в том числе и в желудке, и в кишечнике. Так вот, к чему это я? Заносить сюда еще извне не надо. Дай бог, чтобы те молочнокислые бактерии, которые тут живут, справились с тем, что там есть. И подавили всю патогенную микрофлору. Нам не надо туда вносить дополнительное еще чего-то. В общем, все, друзья. Сейчас процедим молоко и будем начинать. Если вы готовите сыр из непастеризованного молока, обязательно проводите вот такую вот процедуру, процеживание. Я сейчас расскажу, для чего это делается. Еще хотел сказать по поводу интернет-магазина сырок.com.ua. Я так уж рассказал про отдельные ингредиенты, но также в этом интернет-магазине есть и готовые наборы для приготовления сыра с рецептами. Но вот что я считаю классно, что люди именно публикуют рецепты на своем сайте. Потому что очень многие начинают, купите у нас набор, тогда мы вышлем вам рецепт и так далее. Эти ребята, они как бы совершенно спокойно публикуют рецепты на сайте. Вы можете вначале изучить рецепт, с чем вам придется столкнуться при приготовлении, а потом уже покупать набор для приготовления. На мой взгляд, это честно и, в принципе, правильно. Вот для чего мы процеживаем молоко. В этом молоке, к счастью или к сожалению, ничего нет. Иногда в молоке бывают небольшие сгусточки. Часто задают вопрос, если ты так доверяешь коровам, для чего ты процеживаешь? Боишься, что там мусор будет? Нет, друзья, не мусор. Иногда вот здесь вот небольшие молочные сгусточки. Ну вот тут их можно рассмотреть немножко, но их совсем мало. Иногда бывает чуть больше. Это жировые сгустки, которые в обычном коровьем молоке. Если мы их оставим, то когда мы заселим туда молочно-кислые бактерии, колонии бактерий начнут не распределяться по всему объему молока, а начнут размножаться вокруг этих сгустков. Образуют такие большие колонии, но все молоко не получит нужного уровня кислотности, скажем так. Сейчас я процежу остальное молоко и расскажу, что делать дальше. Молоко процежено. Включаем нагрев, помещаю вот так вот термометр для контроля температуры. Можно использовать совершенно любой термометр, это не важно, не обязательно должен быть такой со щупом. Абсолютно любой. Наша задача нагреть молоко до температуры 32 градуса. Сделать это плавно, то есть не резко, так чтобы оно у нас нагревалось где-то в течение полчаса. Через 40 минут молоко достигло температуры 32 градуса и внесем раствор хлористого кальция. Удобно это делать шприцом. Вносим 10 мл 10% раствора. Хорошенько перемешиваем молоко и оставляем его на 2-3 минуты в покое. Важно, когда перемешиваете, сделайте это не по кругу, а такими движениями вверх-вниз, чтобы хлористый кальций распределился по всему объему молока. Через 3 минуты вносим закваску прямого внесения. Я не помню, говорил я вначале или не говорил. Используем мизофильную закваску, аромообразующую. Это придаст, ну, во-первых, сделает небольшие глазочки. Большие глазки сделать не успеет за короткий срок вызревания, но небольшие глазочки в нашем сыре образуются. А, во-вторых, придаст ему немножко такой характерный аромат. Почему мы не оставили закваску регидрироваться? О, Лариса поторопилась. Друзья, закваска прямого внесения вносится правильно так. Рассыпаем закваску по поверхности молока, даем ей регидрироваться или регидратироваться, как кому больше нравится. То есть, ну, попросту промокнуть на поверхности молока. Потому что, если мы начнем сразу перемешивать, она может взяться комочками. Вот Лариса только что совершила непростительную ошибку для опытного сыровара. После этого тщательно перемешиваем и оставляем молоко на 40 минут, чтобы закваска активировалась, бактерии начнут размножаться и начнут поднимать кислотность нашего молока. При этом 40 минут поддерживаем температуру 32 градуса. Желательно плюс-минус 1 градус, не больше, чтобы у нас были скачки температуры. Через 40 минут вносим молокосвертывающий фермент. Нужное количество фермента мы растворили заранее, минут за 5, в 50 миллилитрах охлажденной кипяченой воды, чтобы он полностью растворился. Вносим фермент и хорошенько перемешиваем. Засекаем время. Теперь нам надо определить точку начала образования сгустка, для того, чтобы рассчитать время формирования сгустка. Для расчета будем использовать мультипликатор или коэффициент 3. А как определить точку формирования, я сейчас покажу. После того, как фермент хорошенько размешали, на поверхность молока кладем вот такую вот крышечку. Обычную крышечку капроновую, просто ее продезинфицировали хорошо. И вот видите, сейчас крышечка совершенно спокойно крутится на молоке. Даже ее вот крутанул, и она продолжает крутиться. Каждые 5 минут проверяем крышечку. Когда она начнет прилипать к молоку, я покажу и расскажу, как рассчитать время формирования сгустка. Через 17 минут крышечка прилипла к молоку. Смотрите, как вот ее так сдвигаешь, она как бы как на жвачке возвращается назад. Это значит, наступила точка флокуляции, или точка начала образования сгустка. Умножаем 17 минут на коэффициент 3, на мультипликатор, получаем 51 минута. Это значит, что наш сгусток всего должен формироваться 51 минуту. На оставшееся число минут, то есть 17 минус 51, не высчитаю сейчас, короче, без калькулятора, оставляем сгусток. Ну вот, всего я засек. Время, значит, я знаю, что от того момента, как мы внесли фермент, надо, чтобы прошла 51 минута. Оставляем сгусток, при этом поддерживаем температуру 32 градуса. Через 50 минут приступим к нарезке сгустка. Разрезаем сгусток на вертикальные столбики, где-то примерно полтора-два сантиметра. Вначале в одну сторону. Потом в другую сторону. После этого оставляем сгусток еще минут на 5, чтобы он немножко уплотнился и отдал побольше сыворотки. При этом температуру продолжаем поддерживать в пределах 32 градусов. Еще через 5 минут разрежем сгусток по горизонтали. Это можно сделать лирой, если она у вас есть. А если нет лиры, то можно ножом, вводя его в сгусток под углом 45 градусов. Вот таким вот образом. Теперь начинаем медленно и аккуратно размешивать зерно в течение 10 минут. Вот большие кусочки, которые у нас остались, сгустка, вот так вот разрезаем у бортик кастрюли. Не начинайте сразу мешать очень интенсивно, а сгусток пока очень нежный. Через 10 минут зерно отдало сыворотку и уплотнилось. Выглядит теперь вот так. Вот оно значительно мельче стало и с округлыми краями. Оставляем его на 5 минут в покое, даем зерно опуститься на дно кастрюли. Надо приготовить черпачок, чтобы будем сливать 2 литра сыворотки, то есть 20%. И добавлять 1 литр кипяченой воды, нагретой до температуры 40 градусов. Вот мы уже воду подготовили и сейчас зерно осядет, будем делать эту процедуру. После того, как зерно осело, сливаем 2 литра сыворотки. Зерно, опа, всплыло. Аккуратненько. Нам зерно не надо сливать. Сливаем только сыворотку. Добавляем литр воды температурой 40 градусов. Включаем нагрев. Если у нас греется на плите, то зажигаем газ. Начинаем мешать зерно и нам надо его нагреть до температуры 38-39 градусов. Причем сделать это не резко, так чтобы нагрев у нас занял где-то около получаса. То есть я включаю нагрев, засекаю время и начинаю вот так вот медленно, не быстро, медленно помешивать зерно в течение получаса, в течение всего нагрева. Через полчаса зерно еще более уплотнилось. Мы нагрели его до 38 градусов и оно стало очень липкое. Оно слипается практически сразу. Начинаем сливать сыворотку. Нам надо слить ее практически всю. Я буду использовать друшлаг, чтобы мелкие зернышки у меня в сыворотку не ускользнули. Возвращаемся назад. Вот таким вот образом, друзья, сейчас солью всю сыворотку. Ну, практически всю. Получили вот такое вот зерно. Теперь, друзья, я измельчил орешки, раздробил зерна, руками просто разломал примерно на 4 части. Высыпаем греческие орешки в наше зерно и перемешиваем, чтобы они равномерно распределились по объему. Мы же не хотим, чтобы у нас орешки были с одной стороны только с ручка. Хотя они так не хотят равномерно распределяться почему-то. Начинаем выкладывать зерно вместе с орешками в подготовленную форму. Естественно, зерно сразу же разравниваем в этой формочке. Вот таким вот образом. Лорик, оно не поместится в эту одну форму. Я тебе хочу сказать. Я же если притрамбовать хорошо. Ну, я же притрамбовываю. Ну, может, если хорошо притрамбовать, может и поместиться. Хороший выход сырочка получился, что я чувствую, что зерно сейчас не поместится в килограммовую форму. Сверху на формочку дренажный коврик и поршенек. Начинаем прессовать. Первый вес будет 2,5 килограмма. Вот таким вот образом прессуем наш сырочек в течение 15 минут. Через 15 минут перевернем сыр в форме. Лишнюю сывороточку сливаем. И вот я это делаю вот таким образом. Чтобы было проще. Чик. И чик не совсем получился. Подправим его. Опа. И теперь все совсем получилось. Сверху опять пашенек. И оставляем прессоваться таким же весом 2-3 килограмма уже на полчаса. Через полчаса еще раз перевернем наш сырок. Чик. У нас головочка красотуленькая получается. С орешками. С орешками, друзья. Альпийский сыр. С орешками. Чик. Удваиваем вес. То есть где-то ориентировочно 5-6 килограмм. И прессуем теперь часов. Всего прессуем, давайте так, 10 часов. Через 5 часов его еще раз перевернем. Вот таким образом. 5 килограмм я поставил веса. 5 часов переворачиваем. Ну, как бы точно так же переворачиваем сыр в форме. И еще на 5 часов. А завтра утром, это как раз с утра, я уже расскажу, что делать с ним дальше. На следующее утро можем извлечь наш сырок из-под пресса. И приступить к следующему этапу. Получилась у нас одна вот такая вот головочка. Сейчас хочу их взвесить. Взбиваем на ноль. И одна малюточка. Немножко не поместилась в форму. Поэтому вот такой вот довесочек малюточка. 951 грамм. Отличный выход из 10 литров молока, на мой взгляд. Следующий этап, дорогие друзья, засолка. Мы приготовили 20% солевой раствор. Сейчас расскажу, как его сделать. Берете 4 литра воды. Нагреваете до температуры 98-100 градусов. Ну, грубо говоря, кипятите. Растворяете килограмм соли. После этого даете остыть до комнатной температуры. Охлаждаете. Тщательно процеживаете через марлю. Потому что в соли бывают какой-то... Ну, бывают инородные, короче, тела. Лучше, кстати, использовать каменную соль и, желательно, не едированную. Добавляем в этот раствор столовую ложку 9% уксуса и 5 мл 10% раствора хлористого кальция. Спрашиваю часто, для чего добавляется хлористый кальций в рассол для засолки сыров. Для того, чтобы корка сыра не замыливалась, не размягчалась, не становилась мягкой. И отправляем наш сырок в рассол на засолку из расчета 6 часов на каждый килограмм сыра. Причем вес именно мы считаем головку. То есть, грубо говоря, вот если у меня эта головка весит 700 грамм, значит, я ее отправляю на засолку на 4,5 часа. Так как сыр при засолке плавает, то один раз в процессе засолки переворачиваем его, чтобы он с двух сторон засолился равномерно. Далее, после того, как наш сырок мы просолим, то есть, ну, соответственно, если у вас двухкилограммовая головка, к примеру, большая, значит, на 12 часов. То есть, 6 часов на каждый килограмм сыра, на каждый килограмм головки. После процесса засолки, после того, как он засолится, его надо тщательно обсушить. Для обсушки мы используем вот такие вот штуки классные из микроволновки. То есть, мы их даже покупаем на OLX, очень часто люди ими не пользуются, продают их за сущие гроши. Для обсушки сыров очень толково. Сюда застилаем дренажный коврик и выкладываем сверху головку сыра. После засолки сушим наш сыр в течение 24 часов при комнатной температуре. То есть, мы его засолим, я не буду снимать, как мы его извлечем из рассола, как мы его сюда переложим, а, грубо говоря, мы его высушим и продолжим дальше, ну, последующие действия с нашим чудесным альпийским сырочком. Выглядит оно очень классно, мне так нравится. Вот эти вот вкрапления орешков вообще просто суперские. Но, друзья, наберемся терпения, скоро мы все это увидим в разрезе и, естественно, в дегустации я расскажу, насколько это вкусно. Пока солим, высушиваем и через 2-4 часа с вами увидимся. Наш сырочек обсох. Стал такой желтенький, красивенький, уже больше похож на сыр. И мы, друзья, проведем процедуру, которую сыровары называют закрывание головки или запечатывание головки. Здесь крутой кипяток. На 15 секунд погружаю головку в крутой кипяток. Делаю вот такие вот движения. Закроет все поры в головке. Верхний слой немножко подплавился и позволяет мне его так вот загладить. Кстати, при производстве сыра практически со всеми сырами эту процедуру делают. Ну, в том числе с российскими, с винегородскими, со всеми. Со второй головкой делаем то же самое. Вот такой у нас маленький альпийский сырочек. Будет тестовый. Теперь оставляем мы сыр еще на сутки при комнатной температуре еще раз полностью высохнуть. После того, как сырок обсох, проведем завершающую процедуру перед созреванием. Я взял мед. Мед достаточно свежий, мягкий. И формируем медовую корочку. Тщательно обмазываем головки медом. Стараемся места, там где у нас выступают орехи, как бы закрыть медом. Вообще, конечно, когда форма большая, то сыр формировать значительно легче. Тогда можно фракцию с орехами, как бы, закладывать в середину. А по бокам выкладывать именно чистое сырное зерно. Таким образом, эти орехи не будут торчать вот так вот из головки. Но с маленькой формой это сделать практически нереально. Хорошо, обмазываем. Видите, как я так, аж жирок такой получается. Вот, особенно хочу позакрывать медом вот эти все ореховые дела. И отправляем сыр на созревание. Созревать он должен при температуре 10-12 градусов. Ну, собственно говоря, как обычный сыр, при влажности 80-85%. Используем контейнер, на дно контейнера, чтобы сыр не ложить на дно контейнера, положили решеточку. То есть, сделали вот такие вот подставочки, чик, и на них решеточку. Чтобы сыр лежал на решетке и проветривался со всех сторон. Эту процедуру, друзья, надо провести два раза. Вот сейчас вот сразу, когда мы отправляем сырок на созревание. И через неделю. Так как у него очень короткий срок созревания, то нам надо быстро сформировать медовую корочку. И вот за две недели как раз у нас будет готовый сырочек. Итак, друзья, покрытый медом сыр в холодильник на созревание на две недели. А мы с удовольствием вам представляем рецепт этого замечательного сырка. И через две недели в отдельном видео, естественно, вы увидите дегустацию. Мы сделаем разрез, расскажем вам о вкусе. Но сыр получается очень-очень классный. Особенно я его люблю, этот сырок. Я вот еще беру небольшую пиалочку, туда орешком, немножко медика, нарезанный ломтиками сырок. Макаешь в этот медик с орешками и с красным минцом. Ну, так нравится мне, не знаю, как нравится вам. Ну, по крайней мере, сыр вкусный, попробуйте, вы не пожалеете. Ну и, друзья, если есть какие-то вопросы по приготовлению, естественно, задавайте их в комментариях. На все комментарии с удовольствием с Ларисой мы отвечаем. И традиционно будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!